Перевернуть камеру Доброе утро всем! Решил выйти в прямой эфир, потому что хорошее настроение То есть я выхожу в эфир только когда хорошее настроение Видите, как редко оно у меня бывает Не, на самом деле я просто еду вот и доволен, как у нас получился клип И хочу вам всем рассказать, что сегодня Не хочу точное время говорить, потому что не от меня, а от интернета Зависит, как быстро он загрузится на YouTube Но обязательно сегодня вечером мы выпускаем клип Всем просьба, кому понравится делать репост Поддерживать, буду очень вам благодарен Вот по этому поводу решил выйти в прямой эфир, пообщаться Пока еду забирать клип, так что Всем салют! Привет со Львов, привет Львов! Кстати, я вот как раз вчера думал о том Я слышал, что во Львове местная власть издала указ о том, что русскоязычные исполнители больше не будут выступать во Львове И вот я хотел, хотел запитать у Львовян Что с ним делать Потому что, может, мы не увидимся, насколько я понимаю Так, ребятушки, пустите меня Вот, как ваши дела? Мы очень редко видимся Вернее, я очень редко выхожу в прямые эфиры Спасибо большое за то, что переживаете за меня Но я стараюсь за рулем вести себя очень внимательно И быть всегда порядочным Всем привет всем городам! Дела отлично! Это хорошо! Улыбайтесь! Какая погода у вас там? Ну, пишите Я так понимаю, у нас разные города на связи Так что Ну что, в Киеве реальная волшебная погода Всю эту неделю было 20 градусов Бывало 23 градуса В октябре это немыслимо Я еще такого не помню Холодно Солнечко Солнечко Так, ребяточки Не знаю, может, давайте разыграю среди своих верных зрителей Что-то Давайте Я сохраню этот эфир, чтобы потом проверить, кто был прав Напишите свою версию, сколько Как вы думаете Ну, то только подумайте Не пишите там 10 миллионов Сколько за первые сутки наберет клип Ваши версии Лотереи от Ермака Так, я вашей Ну, вот 250 тысяч Это ближе к реальности Мне кажется Не, я рад, конечно Если клип будет хорошо набирать Потому что клип неправда Я не Ну, зачастую Не доволен своими клипами Потому что В голове ты всегда Нарисуешь себе Супер вообще Картинку Супер клип А когда начинаешь снимать Особенно там Ну, куча всяких моментов Человеческий фактор Там Оператор устал Или что-то такое Ну, не всегда все получается Вот так, как ты хочешь И вот клипом волчата Я реально доволен Надеюсь, что я сейчас не сглажу И где-то Не пропадет этот клип Потому что я уже, честно говоря Мы во время съемок Разбили один очень дорогой коптер Это была очень неприятная история Весь клип был снят на коптер Мы решили, что Ну, пока мы не видели Что кто-то так делал Потому Будет, мне кажется, интересно Так Давайте можете вопросики мне позадавать Что вас интересует Сдулся ли Ярмак Почему нет новых песен Так Почему на Индиго мало просмотров Ну, вот это как раз та история Когда в голове у тебя был красивый клип Ну, просто Конкретно этим клипом Не я занимался Не моя команда С кем я всегда снимаю Ну, как бы Я просто отпустил Ребята делали Ну, получилось вот как-то так Ну, ничего Не, ну, уже понятно Что с Гнойным Ничего не будет Как бы Это же Все Все рэперы такие сейчас Видите Все бойцы Запорожье готово Да О, фильм «Секрет» смотрел Брат Ну, мне кажется Он поменяет твою жизнь Ребятки Откуда вы беретесь С сериалом Как закалялся Стайл уже пять Эй-эй-эй-эй-эй Мы опять в прямом эфире? Или нет? Так, а ну, напишите Я в прямом эфире или нет? Потому что мне позвонили Я не знаю Сбился эфир или нет Джорджо Сейчас клип выпущу И поиграем в футбол Я недавно играл в футбол В Запорожье Вообще До этого Я не знаю Когда последний раз играл Мы выиграли 6-2 У местных ребят Я не забил Устал Россия с тобой, брат Спасибо, братья Я за Хороших людей Вообще в любой точке планеты Всех уважаю Дэнчик Ах ты мой родной Доброе утро Здесь один из Операторов Пилот Квадрокоптера На который мы сняли Весь этот клип И ушатали Этот квадрокоптер Я очень медленно еду Насчет выступлений Когда концерты Вы знаете Как бы Вчера был на концерте Группы Hard Kiss И так кайфанул Вот Вот прям вообще Это такой уровень Прям нереальный Для Украины Мне кажется Настолько все качественно Звук качественный Свет качественный Спецэффекты качественные И Когда смотришь Вот на такие концерты Хочется делать Вот что-то подобное По-своему Крутое шоу Чтобы человек приходил И уходил И говорил Вау Вот это я побывал Как бы На празднике жизни Потому Задача у нас такая Чтобы Сейчас Две секунды Задача такая у нас Чтобы Делать не просто концерты Куда вы придете Песни послушать А чтобы вы Уходили с этих концертов И говорили Вот это было круто Типа Вот это Мне запомнится На всю жизнь А для этого Нужно реально подготовиться Подготовить Новую программу Подготовить Шоу Очень крутое Тем более По Украине Возить это все Очень сложно В плане Передвижений Перевозки В основном Везде все плохо Не везде Можно все взять В аренду Вот Потому Вот такое у меня желание Мне не хочется Просто Как бы Мы уже с вами Тысячу раз Виделись Я пел вам песни Мы качали Это все было В нашей жизни Хочется делать По новому Новый какой-то Виток истории В нашей совместной С вами В нашем совместном пути Потому Мне нужно подготовиться Хочется делать На порядок Выше На порядок Круче Потому Вы ребятки Уж подождите Но когда мы Увидимся То это будет Разъеб Просто Человек На кирпич Поехал Сборная по футболу Если по футболу То я прям Горжусь Ребятами Я Следил еще За Малиновским Ну как бы Давно Когда он Там Только начал Прям Подавать надежды И Очень рад Что такие ребята Вот Находят себя Там в клубах За границей Хорошо играют Возвращаются Хорошо играют За сборную Сейчас Ребяточки Тут Такой человек Нехороший Так припарковался Нехорошо Короче Рад сборной нашей Красавчики Умницы Молодцы С первого места Вышли дальше Выиграли в группе Да откуда же вы Ребятки Беретесь Только что Я прям Рассказал О сериале Как закалялся Стайл Мы последний раз Его снимали Пять лет назад Вы представляете Пять лет назад Еще история С чуваком Но это был наш Концертный директор Парень Который у нас Работал очень давно И Бог с ним Короче Вот я приехал Сейчас я Буду забирать Жесткий диск С клипом Можно ли со мной Увидеться в Киеве Ребятки Честно Я не хочу Как бы Просто Быть хорошим Но нет Потому что Я Я сейчас Наверное Последнее время Вообще От В шоке От происходящего Сколько людей Там Звонят Что-то просят Сделать Репост Что-то узнать Что-то попросить И Короче Реально Перестал выводить Так Вадя Привет Так Все ладошки Какие-то шлют Даже Что я вам могу Ответить Ладошка Вам все Сейчас Хироманты Исследуют Мою Линию Жизни Судьбы Видите Линия Судьбы Уходит В холм Венеры Луны И Сатурна О Магадан Нифига Себе Здорово Это Очень далеко Я недавно Смотрел Передачу Про Магаданский Край Как раз Вы представляете Но Честно говоря Не веселая Была Передача Как бы Куда Пропал Просто решил Как бы Тактику Поменять Вот Сделать Рестарт Получился Настоящим Рестартом Как корабль Назовешь Так он и Поплывет Вот И Решил Немножко По другому Построить Вообще Все вокруг Себя И Сейчас Идет Как раз Вот эта Перестройка Всего Команды Офисов Всего Остального И когда Мы это Все Доделаем Вот тогда Будет Всем Пиздец Потому что Силы Не на каплю Не покинули Идеи Не на каплю Вообще Не ушли Из моей Головы Потому Тут задача Создать Фундамент Создать То Чего Можно Спокойно Отталкиваться Идти дальше Создавать Находиться В зоне Комфорта Нормальной Вот Потому Дайте мне Кое-что Что там Доделать И дальше Будет Огонь Так Круто И это Бесспорно То есть Как бы Это такая Извечная Сатира Ангелов Демонов Вот То есть Он не Отрицательный Персонаж Но Но Как в Марвеле Прикольный Какой-то Персонаж Будет Фит Стафанычем Да Я думаю Обязательно Будет А Мияги Мияги Очень нравится Правда Мияги Эншпиль Мне очень нравится Ребятки Такие Самобытные Настоящие Прям Я как-то Не особо У меня Получается Дружить С рэперами Потому что Я Ну Не люблю Типа Там Подлизываться Там В какую-то Компанию Так легко Входить То есть Ну Жизнь Нас сведет Если покажет Что мы близкие Там И Возможно Тогда У нас Что-то Получится Так Так Касательно Вообще Там Любой Совместки То есть Я Ну Я никогда Никого Не просил Совместки Или Предлагал Кому-то Совместку Если мы С людьми Находимся Как-то Вообще На судьба Сводит И мы Понимаем Что мы Близки По духу Окей Ну То есть Оно Ну Как-то Само Рождается Желание Что-то Сделать Вместе Вот Хочется Мне Честно говоря Больше С украинскими Ребятами Делать Совместки Там Потому что Это проще Мы находимся Здесь У нас Студии Все В Киеве Потому Фит Окси Ну Я не знаю Я не знаю Близок ли мне Этот человек Вообще Потому Я говорю Мне Очень важно С кем Это делать Какая энергия Этого человека Пока Мне кажется Мы не близки Так Я не хочу Никого Обсуждать Ну То есть Типа Там Каких-то Всяких Разных Блогеров Исполнителей Потому что Ну У каждого Своя аудитория Кому-то я Не нравлюсь И думаю Вот Пес Ярмак Потому Все нормально Как бы Ну Каждому Своё Раз мы С вами Нашли Друг друга Значит Мы подобные Давайте Не смотреть На других Типа Давайте Свою историю Вместе Делать Потому что Я уверен В субботу Утром Вряд ли Левые люди Бы подключились На мой Прямой эфир Значит Мы в чем-то Похожи Подобные И Давайте Делать Свою историю Вместе Что вам Про стольный Ответить Ребят Все же Понятно Предельно Ну То есть Просто Наступает Такой момент Когда Люди Это очень Взаимоотношения Футболь Это как Футбольная Команда Но Не может Футбольная Команда Играть Всю жизнь Вместе Криштиано Рональдо Он ушел В Ювентус Вот Потому Короче Все Все Хорошо У всех Все Слава богу Хорошо Все живы Здоровы А Может В будущем Как бы И так Судьба Нас Опять Мы Повзрослеем Найдем Какую-то Формулу Как сделать Крутые Настоящие Песни Вот Например Я Вторым Альбомом Стольного Не совсем Доволен Потому что Некоторые Песни Получились Натянутыми Вот Первый Альбом Мне кажется Был Максимально Честным Мы просто Сидели На студии Мы Ни о чем Не думали Мы просто Хотели Сделать Крутые Песни А вот Второй Альбом Уже Пошел Какой-то Такой Не знаю Как Объяснить Не такой Поток Энергии Как Был На первом Альбоме Ну что Я могу Ответить Вот Как-то Так Эй Ребятулечки Короче Я погнал За жестким Диском Всем Хорошего Дня Все Ждите Клип Буду Вам Очень Благодарен Все Всех Обнял Редактор субтитров Корректор Субтитров